Да, еще большой бонус, когда вы открываете двери, снег падает прямо на все, что у вас там внутри. Одежду, майки. А как по-другому? Ведь здесь перед тем, как открыть, нужно чем-то смахнуть рукой, перчаткой, потому что ведь... Что? Вот эта хренотень же внутри лежит. Вот она. Посмотрите. Ты же ее не с собой, это скажешь. Вот все этим занимаются, видите? Каждый человек с утра занимается этой хренью. Вчера мы сделали елку, точнее, выбрали елку маленькую, нарядили ее, но почему-то я в этом ничего не снял, не знаю почему. Мне достаточно было самого момента без ютуба, а также я встретился с Денисом Смирновым и тоже ничего не снял. Мне показалось, он был очень уставший, и мне, если честно, не хотелось его снимать в таком состоянии, без энергии. Ну, то есть, вроде бы, как бы у него все ок, но энергии прям минус 100 хп. Я такой, что-то не хочется снимать для влога. Ну ладно, у всех свои жизненные этапы бывают. Ура, посмотрите, какие все веселые. Какие все веселые. Как все веселятся. Как же все веселятся. Ну, посмотрите на их лица. Счастливые, радостные, ура, погода классная, снежище прет, холодище, но один раз и с ней другого. Ксюш, смотри, посылка доставлена. Прикол, да? Припарковался прямо там, где ты не паркуешься. Прямо в парковке Волги Групп. А что ты, кстати, здесь не паркуешься, можно узнать. Берем чемпионский обед с шашлыком и всякими овощами. Винегрет и всякое такое. Вкуснотеево какое тут везде видали. В базаре. Очень удобно, кстати. С собой можно там на рублей 400 взять. Отличный обед. С простыми какими-нибудь углеводами. С ложными, точнее, углеводами. Например, от гречи. Или просто курицей. Даже, смотрите, есть филе куриное. Самое вкуснотеевое. Почему так мало контента? Две причины. Первая, потому что горло. Я очень хочу, чтобы остановились вязки. Вторая причина. Потому что весь контент вот здесь. Я наконец-то, наконец-то доделал свой прототип. Прототип Костров.ру Дальше больше буду делать. А, возможно, контента будет меньше. Но зато здесь я буду преуспевать. Так, ребята, я в лифте. Нужно на третий этаж. Я запутался в юзубилите. Отлично. Первый вижу. Второй нету. Четвертый вижу. Пятый. А где для дебилов третий? Можно узнать. Видимо, это третий. Виталий, что тут происходит? Как она там называется? Комсомольская площадь, что ли? Ее перегородили все. И деревья вдруг украсились. Вот так это свойственно русским говорить в склонении. Как будто это не люди сделали, кто-то добился. А как будто само произошло. Не украсились. А украсили. Красиво получается. Слушайте, ну там даже какие-то аттракционы, судя по всему, будут. И год такой. 20-23. Ладно. Ждем каток. Я там вообще любитель зимних видов спорта. А, кстати, смотрите. Вон та улица. Тоже вообще такая окрасивая. Обратил внимание, что в Ярике очень распространены вот такие штуки. Сегодня аж 4 видел. Обычно это вот такая охреновина светит. И она еще козырьком закрыта. Александр Старцов. Я являюсь основателем бизнес-сообщества в городе Ярославле. Сейчас мы сообщество начинаем развивать на других городах. Наша специфика... Приветствую, друзья. Мы уже смеялись, что вот такой мотоцикл был у меня в детстве. Трем. В деревне, правильно, что ли, синего цвета. У нас начинают что делать? Продавать что? Франшизы. Абсолютно верно, да. Ну давайте немножко я о себе расскажу. Можно, Александр, помочь мне? Потому что меня воспринимают иногда не очень серьезно. А на самом деле я очень серьезный, крупный предприниматель. Сейчас я вам расскажу. Ну, наверное, да. Да, но у нас оказалось 19 метров, а не 20. Соответственно, это был следующий раз пока, который произошел. И длился он примерно год, пока я выруливаю эту ситуацию. Для того, чтобы заказов идет с областей. А мебельщики берут какие-то там сумасшедшие деньги. По 2-3 тысячи за замер. Стали менять модель оплаты, мы стали брать минимальную предоплату 20%, 30% по факту. Поэтому, да, просто мужчинам жалеть не надо. Просто поддерживать. И помогать им тоже не надо. Но поддержка всегда нужна, считай. Поэтому, когда мне говорят, что ты все можешь, потому что у тебя нет мужа, да. Передобавлялись друзья ко всем, да? Да. Что? Передобавлялись друзья ко всем. Мы все передружились. Так сказал просто друзья ко всем. Меня послушали друзья ко.